МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зустречаем у Маслену разум. Нутелла. Майстер смачных муэнтив. К Масленице видела много рецептов блинных тортов в сети, но, к сожалению, ничего не впечатлило. Хочется чего-то более эксклюзивного. Наташа, сегодня мы приготовим блинный торт. Его изюминка будет в двух составляющих. Это ореховая паста и его форма. Для нашего торта нам понадобятся бананы, яйца, мука, молоко. Из этого мы сделаем блины, ореховая паста и немножко филе миндаля. Блины начнем делать с того, что разобьем яйца. Как понять, какое количество яиц надо к муке? 4 яйца, 5-6 ложек столовых муки и молоко. Из этого количества теста обычно получается 12-15 блинов. А вот это важно. Для того, чтобы в тесте не было комков, сначала замешиваем муку и яйца, а лишь после этого добавляем тонкой струйкой молоко. Необходимо тесту дать немножко успокоиться, поставить в теплом месте буквально 5-10 минут. После этого мы начнем жарить наши блины. Если ты сторонник запекать мясо в духовке, всецело тебя поддерживают. И чтобы мясо не пригорало и не пересыхало в духовке, пока ты в фейсбуке, можно поставить миску с водой. В духовку вода выделяет пар. Именно пар предотвращает пересыхание и пригорание мяса. Пока наше тесто созревает, мы немножко обжарим филе миндаля до румяной корочки для того, чтобы она хрустела. Я поняла так. Филе миндаля – это очищенный и тонко нарезанный миндальный орех, который можно купить в любом магазине. В последней стадии обжаривания очень важно постоянно помешивать орех, иначе очень легко спалить его. Наше тесто уже немножко расстоялось. Жарить мы будем на сковороде с растительным маслом. Я немножко смазал сковородку и добавил растительное масло в само тесто. Это позволит нам не добавлять каждый раз на сковородку масло. Тем самым блины будут более сухие, не такие жирные. Наши блины уже готовы, они остывают. Перед тем, как закладывать форму блинами, нам необходимо положить внутрь пленки. Это необходимо для того, чтобы потом, когда мы перевернем нашу форму с блинами, мы за пленочку аккуратно сняли. Смазываем первый блин ореховой пастой. Встречайте масленицу с правильными блинами. Отличное дополнение к завтраку, которое понравится и взрослым, и детям. Нутелла – мастер вкусных блинов. Таким образом мы смазываем наши блины ореховой пастой, скручиваем их и выкладываем в форме спирали. Каждый слой мы перемазываем ореховой пастой, посыпаем небольшим количеством миндаля и рубленый банан. Слои повторяем до тех пор, пока наши формы не будут полностью в уровне борта. Основа готова. Да, мы сделали все, что хотели. Сейчас мы затянем верхнюю слой пленкой, чтобы не взлетелся верхний блин. И поставим наш торт охлаждаться. Пожалуйста, наш торт с ореховой пастой готов. Приятного аппетита! Спасибо, Евгений, мне очень понравилась эта идея блинного торта. Не бойтесь экспериментировать, впереди нас ждет множество кулинарных открытий. Субтитры создавал DimaTorzok